То, кем вы являетесь, осознаванием, сознанием, то самое присутствие, внимание, самосознание — это всё процесс. Вы можете знать себя посредством процесса, вы можете осознавать само осознавание, но вы никогда не увидите осознание. Кто я? Как найти ответ на вопрос «Кто я?» и вообще, смогу ли я увидеть себя? Я сейчас вам приведу пример, и вы поймёте. Вот ваши глаза. Как вашим глазам знать, что они есть? Как вашим глазам увидеть себя? Ну, без зеркала, конечно. Как им увидеть себя? Вот смотрите, ваши глаза видят всё, что угодно, всё, что угодно видят ваши глаза, но они не видят себя. Вот как глазам узнать себя? Вот если хотите, нажмите паузу и подумайте. Как вот глазу знать о себе? Он знает всё, что угодно, видит всё, что угодно, кроме себя. Как глазу знать о себе? Это вот сейчас мы знаем о своих глазах, мы видим глаза в других людях, люди видят наши глаза, мы можем подойти к зеркалу, увидеть свои глаза. Ну, а вот если не подходить ни к зеркалу, ни черта, ни к чему, ни у кого не спрашивать, что у меня вот тут находится и как я вообще вижу. А вот просто задуматься над этим, как глазам вашим знать о себе? Глаза могут знать о себе посредством виденья, то есть они видят, значит они и есть. Но глаз никогда не увидит сам себя. Вот то, кем вы являетесь, осознаванием, сознанием, сознание это процесс, это не что-то застывшее. Вот то самое присутствие, внимание, самосознание это всё процесс. Вы можете знать себя посредством процесса, вы можете осознавать само осознавание, но вы никогда не увидите осознание. Точно так же, как глаза, видят всё, могут знать себя посредством виденья самого процесса, но никогда не увидят сами себя. Поэтому вы себя можете только осознавать процессом, осознаванием, но никогда вы не увидите себя. Почему всё время присутствует ощущение, будто это я думаю все эти мысли, я живу эту жизнь. Но когда смотрю внутрь, то не могу найти думающего. Дело в том, что мы все, как все мистики и мудрецы говорят, вы уже там, вы уже на месте, вы уже тот, кем вы являетесь, вы уже тот, кого вы ищете, вы уже дома. Проблема всё в том, насколько мы это я своё воспринимаем. Нам кажется, что вот это вот я, оно в теле. Тогда как на самом деле это тело в я. Когда вы думаете, что ваше я в теле ограничено вот этой оболочкой, то вы думаете, что всё, что делает тело, делает я. А когда ваше я осознаётся, как это присутствие, этот момент, то тогда деятеля нет. Это просто тело делает что-то, думает в этом вашем я. Когда я маленькое, вам кажется, что это вы всё делаете, то есть есть думающий, деятель. Когда ваше я объёмное, является настоящим моментом, присутствием, то тогда ваше я неподвижно. Это в я происходит действие, но не вы это действие делаете. Как осознать это собственное я? Мы все сейчас осознаём это я. Оно у нас с фоном, и это ощущение я есть, есть присутствие, внимание. Вот смотрите, я могу сказать, вот это вот рука. И вы вот посмотрите все на свою правую руку. Все вы её знаете, эту свою правую руку. Вы, во-первых, её видите и знаете, как она называется. Вот она рука, она правая. А если нам эту руку взять и почувствовать изнутри, то есть не знать о руке какую-либо информацию и видеть её, а ощутить свою руку. Вот ощутите свою руку изнутри. Вот ещё Эдхард Толли, это всем советом. Давайте, приступаем. То есть смотрите, помимо того, что мы можем знать о руке какую-то информацию, видеть эту руку, мы можем её ещё ощущать изнутри. Это касается всего. Мы можем ощущать левую руку, мы можем ногу ощущать, правую, левую, всё что угодно. Если я вас спрошу, как вы ощущаете свой нос, не видите его в зеркале, не думайте о нём, не вспоминайте о нём по фотографии, а именно как вы его ощущаете, то это совсем уже другое ощущение, совсем другое понимание о своём теле, о части своего тела, чем знание о нём. Вот ваше «Я» — это конкретное переживание, конкретное переживание. Мы все говорим «Я тело», — это опять-таки информация. «Я женщина, мужчина, мне столько-то лет, меня так-то зовут». Это всё информация. Но у вас есть конкретное переживание о себе. Вот давайте сейчас. Так же, как вы переживали свою руку, не знали о ней, не видели её, не смотрели, а именно переживали свою руку, переживите сейчас своё «Я». Если хотите, закройте глаза, так будет проще. Ваше «Я», помимо того, что вы его описываете разными знаниями, оно переживается. И почему нужно угомонить ум? Папа же говорил, «Забудьте все слова, и вы будете бомбны». Потому что, когда вы забываете все слова, вы автоматически начинаете переживать. Если вы чувствуете переживание, если вы переживаете, вы не думаете. Если вы думаете, вы забываете о переживаниях. Поэтому, когда вы начинаете думать о себе, кто вы такой, искать себя, вы уходите в думание. Тогда как вы себя всегда переживаете. И это переживание себя, оно никогда не меняется. Это первое, к чему нужно прийти, начать свое Я чувствовать, не говорить о нем, кто вы, тот-то, сего-то, а чувствовать свое Я, ощущать свое Я, и это не размышление, не знание о том, кто вы, а именно переживание. Вы прямо вот сейчас себя переживаете, свое Я, вот найдите это переживание себя, и оставайтесь в этом переживании. Что бы с вами ни происходило, вы переживаете себя, вы всегда у себя дома. Как говорил Гурджиев, помни о себе, переживание Я. И в какой-то момент, вот все остальные открытия и инсайты уже приходят тогда, когда вы остаетесь в этом присутствии, в переживании Я. И в какой-то момент вы осознаете, что у вашего Я нет границ. Сейчас ваше Я находится везде. Соответственно, тело, которым вы себя считали, находится в вашем Я, а не ваше Я находится в теле. Как-то у меня получилось уловить ощущение себя. Тогда я ощутил, что это Я нелокально. Когда пытаюсь вернуть это ощущение, то это Я уже кажется отдельным от меня. Вот смотрите, опять-таки, отдельным от кого? От меня. Есть центр всего в мире. Это ощущение Я. Вы это Я конкретно переживаете. Вот всегда оставайтесь в нем. Тогда не будет никакого вот этого разделения, отделения кто-то от вас, кто-то здесь. Не будет двоих. Будет только Я, в котором все переживается. Я, в котором все происходит. Просто держитесь этого ощущения Я. Вы сейчас все до единого ощущаете свое Я. Вот всегда будьте в этом ощущении Я Есмь. Это и есть Вы. Это и есть основа всего. Основа всего, которая дает всему этому происходить. Это и есть сама жизнь. Чем дольше Вы будете в этом находиться, Вы поймете, что, во-первых, никого нет, кто в этом находится и кто из этого выходит. Это всегда есть. Лишь внимание гуляет. А когда оно возвращается в свой источник, в саму себе, все становится единым. И просто будьте в этом всегда. Я Есмь. Ощущение Я. Вы сейчас себя все ощущаете. Вы все знаете свое Я. И будьте в нем. Тогда много что откроется для вас. Но это сложно почему описывать? Почему сложно вообще об этом говорить? Потому что все слова, все описание, оно объективно. Все слова описывают объекты и их качество. А эта вещь безобъективная, она пустота, ничто. И ее невозможно описать никак. Любое описание будет неверным. Поэтому есть только указатели. Субтитры сделал DimaTorzok